Дагестан страна не только гор, но и жителей, точнее долгожителей. В регионе почти в каждом селении можно встретить стариков, многие из которых уже разменяли сотню, не говоря уже о тех, кто в списке за 90. И подавляющее большинство из них, несмотря на свой почтенный возраст, находятся в прекрасной физической форме и успешно ведут домашнее хозяйство. Так в чем же их секрет, выяснила Любава Маслова. Муслимат Абдулаевой в этом году исполнилось 119 лет. Она самая пожилая жительница Табасаранского района и одна из старейших женщин в республике. У бабушки более 200 потомков. Не так давно родилась 11-я праправнучка. Замуж она вышла в 14. Вскоре началась Великая Отечественная война. Муж ушел защищать родину. Заботу по хозяйству и воспитанию легли на хрупкие плечи муслимат. Того, что я видела и перенесла, мало кому довелось. Работать пришлось много. Секретом долголетия родные бабушки считают правильное питание. Магазинные продукты всегда были под запретом. Важное место в жизни муслимата Абдулаевой занимает Вера. Она до сих пор не пропускает ни одного дня обязательного поста. Сама совершает омовение и намаз. Бабушка считает, Всевышний каждому отмеряет свой срок и надеется отметить 120-летие. В Магарамкетском районе живет Иманат Бабаева. Бабушке 103 года. Она воспитала восьмерых детей четверых племянников, потерявших родителей. На сегодняшний день у нее 33 внука. Столько же правнуков. Иманат Бабаева рано потеряла мужа. Испытания военных лет преодолевала в одиночку. Днем Иманат вязала теплые носки для солдат. Вечером, наряду со всеми, рыла копы. Очень много тягот свалилось на мою голову. Возможно, если бы не война, было бы полегче. Я всегда работала и думаю, что именно поэтому мне удалось прожить столько лет. А так других секретов у меня нет. Работала на поле, управлялась домашним хозяйством, а в свободное время вязала. Увидеть Иманат Бабаеву не за работой – редкость. Именно постоянный труд она считает секретом своего долголетия. Даже сейчас, несмотря на почтенный возраст, она продолжает заниматься домашними делами. Большая семья бабушки Иманат надеется отметить ее 105-летний юбилей. Мажиду Амарову из Лератинского района 90. Всю жизнь он проработал учителем в местной школе. Говорит, и сейчас с удовольствием пошел бы преподавать. Мажид Амаров чувствует молодым себя не только душой, но и телом. Он ежедневно упражняется с пудовой гирей. Поднимает ее больше 20 раз. Секретом долголетия Мажид Амаров считает правильное питание. Он отказался от мясных и мучных продуктов более 20 лет назад. Чувствует себя при этом дедушка хорошо. Всегда полон энергии. Сейчас, как и каждый год, собирается на зимние каникулы к семье в Москву. Ума Шахабудинова больше 60 лет отдала работе школьного учителя. Товарский язык и дагестанскую литературу преподает Султан Янгьюрти и сейчас, в 85-летнем возрасте. Всегда с аккуратной прической на невысоком каблуке и с накинутой на плечи шалью. Такую видели многие поколения учеников. Работу с детьми она считает главной в своей жизни. Моя жизнь – это дети. Не ругаю, не бью их. Абсолютно улыбаюсь, хвалю их. Вот. И вот так я работаю. Я не представляю, без работы, чем более учительский дома сидит. Это невозможно. Для меня это смерть. Ума Шахбановна – человек творческий. Ее разработками увешаны все стены кабинетов школы. Это и история противостояния горцев под предводительством имама Шамиля. История Рассула Гамзатова и его легендарных журавлей. Каждый будний день утром на работу и вечером домой добирается исключительно пешком. И всегда с улыбкой.